Всем привет и бонжур! И от меня всем большущий хеллоу! Сегодня у нас жирные масленичные новости с перетягиванием и другие вкусные моменты. А вот с чем едят криптовалюту и почему Монреаль станет мировым центром майнинга? Бальзам ироничных стихов от правдоруба. И история, как два крутых баяна порвали маленький Монреаль. Мы очень рекомендуем вам смотреть программу Привет, Бонжур, Хеллоу! Медиа-агентство Асеринфо. Разработка стратегий, макета, печать, реклама на общественных экранах. Всегда поможем онлайн и офлайн. Ну и теперь как мы любим наши несвеж-треш канадские новости. То есть новости, которые потрясли до глубины души. Вот прям спать не могу, все переживаю. Как там биткоин? Спросим знакомого эксперта, открываем рубрику, криптуем вместе. Эра бумажных денег подходит к концу. Криптовалюты придут на смену буквально завтра. Ну или через поколение. Но наше дело предупредить. Скоро у нас в Фебеке будет мировой центр криптовалюты. Сейчас расскажем. Несмотря на общий негативный фон на рынке криптовалют с начала года, из-за падения биткоина сегодня рынок опять идет в рост. И биткоин уже вернулся на уровень выше 10 тысяч американских долларов. Вот что об этом говорит монреальский биткоин-девелопер, компания Cataloxy Exclusive Ольги Волна. Для мира ситуация забавна, а для Квебека сумасшедше удачная. Потому как центр мировой криптовалюты прям стремится к нам. Вот уже и Гидроквебек рассматривает создание специальных тарифов для компаний, добывающих биткоин. Более 100 криптовалютных компаний проявили интерес к переезду в Квебек. А почему нет? Квебек и есть идеальное место для майнинг-ферм. Тут и самая низкая цена на электричество в Северной Америке, и погода холодная, что не дает электронике перегреваться. Да и избыток энергии имеется. А что будет дальше, следите за нашей рубрикой. Одно известно точно, дело живое и живет. И дальше новости одной строкой. Наконец-то! Министерство здравоохранения намерено писать на этикетках о вредности продукта. Ну там сахара, жиры, калории. Сразу так похудеем, так поздоровеем. Эй, жители Торонто, пожалуйста, не гладьте незнакомых енотов. А если он тянет лапки и бежит за вами, спасайтесь как можете. Там эпидемия бешенства у енотов. А тем временем у нас в Квебеке самый дешевый канабис. По данным статистического управления, канадцы платят за 1 грамм марихуаны почти 12 долларов. Тогда как Квебекцы платят 5 долларов 89 центов за грамм. И это не мы придумали, это статистика. Ну и топовая новость. Вы знали, что в далеком Соскочеване есть городок Канора? И он теперь известен на весь мир. Потому что там, в ночь перед Рождеством, украли вареники из украинской церкви. По поводу этой дерзкой криминальной новости только ленивый не отшутился. А мы пошли дальше и составили фоторобот. Как известно, все самое лучшее в жизни либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению. Но не в этот раз. И законно, и рекомендовано, и вкусно, и с эффектом похудания. Масленица пришел! Маслениц много не бывает. И отмечали этот сытный день монреальцы по разным местам. Группа, кому снег не надоел, объедалась на природе. Катала снежных баб изо льда. И по традиции нет, по веревочке не ходили, а вот с силушкой померились. Ада! Эй! Сильный рабочий класс! Ада! Танцуйте, мальчики, любите девочек. Ада! Пускай запомнит мечи нас. Марина, яга, да! Ада! Другая, широкая масленица, тоже отличилась. Но экстрим концертной программой в 4 часа и бесплатными блинами от пуза. Впервые в Монреале, кстати, никто за блин доллар не просил. Ешьте, гости, дорогие. А наши мастеристцы вкусностей все изобретательней. Клубничка под изящным шоколадом от Алены. Сушеные фрукты от бабушки Марии. Конечно, тортики от Марины. Хлеба и зрелищ. Все народные таланты блеснули, талантливые дети играли. Балерины тянули ножку. Народный перепляс был. Песня об уголке России зачет. А арфа всех ввела в эстетический ступор. А потом еще самбисты перевернули и блеснули отвагой. А под занавес русские узоры покорили сердца. А в остальном, то Монреаль в феврале проявил себя тепленьким и гостеприимным. Приезжал поэт-правдоруб Игорь Иртенев. Замечательный ироничный автор. Таких, как он больше не делает и не выпускает. Иронических поэтов раз-два и обчелся. А Игорь Иртенев по рождению Рабинович вообще такой один. 20 поэтических сборников, работа в легендарных Итаго, плавленом сырке. Звание поэт-правдоруб, человек-легенда и при этом невозможная скромность. Существует отдельно от меня. И называют правдорубом. Ну, человек, который, так сказать, борец за правду вообще. Такой грубак. Вот, придумал наш редактор нашей передачи Итаго. Шеф-редактор Сережа Феоктистов. Он замечательный, значит, мой друг. Вот он придумал слово. Понимаете, что значит, ни одно мое слово в русский язык не вошло. А вот он взял и придумал. Конечно, на встрече насмеялись до колик, насладились веселой рифмой, крепким русским словцом и ушли в размышления. Вот короткий пересказ. О любви. Вчерашний день, часу в шестом, включил я телевизор. Была там женщина с шестом, танцовщаяся стриптиза. Не нитки на ее груди, они же и подавно. И музей ошибнул, уйди, не до тебя здесь я. Крым наш. Давай каким-нибудь соседом, казахом тем же, например, возьмем однажды и заедем на том же, скажем, БТР. С какого, извини, такого у меня возможности, спросишь ты? Отвечу. Чисто по приколу. Я душевно шарат. Странная вещь вообще. У меня такое ощущение, что даже вполне умные, моих вполне взглядов люди, которых я знаю много лет вообще, которые не смотрели, в советские времена, знаешь, что они были такими ярыми совершенно антисоветчиками, которые даже сейчас не смотрят телевизор, такое ощущение, что такая радиация, которая просто проникает, понимаете? На полном серьезе, так сказать, рассуждать там о том, что не войдет, так сказать, мы в Крым вошли бы американцы вообще. Мы всегда бредятели, короче, говорю, значит. О коррупции. Но есть же где-то кладовые, какой-то схром секретный есть, в котором бабки ломовые лежат, достойно, что не счесть. Народ, который там бывает, им тоже счета не ведет. Карманы ими набивает, а пусть в тумбочку кладет. А после достает оттуда и сам себе дает взаймы. Экономическое чудо, так это называемое. Об иммиграции в Израиль. Стихи супруги Аллы Боссард. Вот это история. Два старых мудака приехали в Израиль, не зная языка и букв не разбирая. Приехали лечить свой стариковский ливер, не могут отличить маслины от оливы. Башка не держит цифр, глухие как тетели. Кредитная карта шифра немедленно потерян. Стоят два старых пня, о чем-то злобно спорят. Такая вот херня, зато какое море. О выборах президента России. Нет, я для себя решил, что на эти выборы не пойду. Это будет первый выбор, который пропускается. Превратился в некую повинность, но безнадежно голосовал за яблоко. Сейчас уже, значит, я просто на эти выборы не пойду, потому что они потеряли его всякий смысл. И тверденья, что попереться, и час последний, недалек. Ну, это если присмотреться. А так-то в целом нормалек. Ну и, конечно, были еще гости. Заводные два баяна порвали зал на кусочки радостных эмоций. И верьте организаторам, ходите на концерты, они плохих не привезут. Смотрите и завидуйте, если вы пропустили. О дуэте двух баянистов имеющий Гугл знает все, но не знает, что от их музыки и харизмы тают даже наши снега. Без ложной скромности – да. Чего скромничать? Так и разве петь – это работа, да? Да. Мне так понравилось. Это просто чудо какое-то. Да, впечатление. Я просто как дома побывала, потому что, ну, это очень тепло, очень хорошо, очень красиво. Молодцы ребята. И очень профессионально. Концерт был великолепен. Какая великолепная игра. Все наши мелодии из нашего детства, из нашей юности. Классическая музыка. И хотелось бы, чтобы побольше было народу на наших концертах. Спасибо большое. Баян-микс уж порадовал, так порадовал. В зал сопереживал и повиновался чувствам ушами, глазами и, конечно, ногами. Впечатления просто супер. Просто неповторимые впечатления от музыки, от обстановки, от того, что вообще такие люди приезжают к нам в Монреаль. Это просто потрясающий супер концерт. И пока радуются и ликуют весь народ, сообщим, что есть на свете чемпионат по баяну. И наши два Сергея там мировые чемпионы. У Сергея 22 первых премии. 22. У меня чуть поменьше. У меня всего 12. Ну, потому что я просто пораньше. Тогда конкурсов было меньше. А вообще миру повезло, что два Сергея еще в нежном возрасте выбрали баян, а не фортепиано. А то пришлось бы таскать с собой. Я представляю Мацуеву, как тяжело. Он все время таскает за собой фортепиано. Я его как-то однажды в этом увидел в аэропорту. Я говорю, Денис, а где фортепиано-то твое? Он говорит, да вот сейчас привезут. Вот, собственно, и все. Обязательно пишите и подписывайтесь на наш канал. Это несложно. Пошевелите мышкой, если вам нравится. С вами было хорошо. Приходите еще. Пока! Всего доброго! Увидимся!